Спасибо большое! Здравствуйте! Сейчас я включу первый слайд вот так вот и я благодарю за приглашение выступить. К сожалению, я вот сейчас ближе к Иерусалиму, чем к Москве. Приехать не получилось пока, но надеюсь, что времена будут лучше и мы сможем увидеться с вами тоже. А пока я скажу два слова о самом псалме и потом поговорим о том, как его представляли в искусстве. Псалом на реках вавилонских включен в иудейскую и христианскую литургии и известен в поэтических, музыкальных и художественных обработках. И после этой лекции будет концерт, где мы сможем узнать лучше о том, каким образом этот псалм появился в христианской католической литургии, не только там. Сегодня расскажу вам о том, что мы можем узнать о понимании этого псалма европейскими евреями. И мы будем всматриваться в изображения, которые они создавали или которые создавали для них. Псалом описывает изгнание евреев из земли Израиля в Вавилон в VI веке до нашей эры. Создатели еврейских изображений на тему псалма обычно привлекали две взаимосвязанные темы, изложенные в первых шести стихах. Первая тема — скорбь по разрушенному Иерусалиму. Плакали мы, вспоминая Сион. Вторая тема — это горечь изгнания. Но изображения не иллюстрировали призывы к возмездию, которые содержатся в заключительных стихах псалма. Образы скорби часто соседствовали с пророческими видениями восстановленного Иерусалимского храма, на который есть намек вот в этих последних строках. Важно обратить внимание на то, что псалома отражает ментальную географию, основанную на концентрической религиозной картине мира еврейской. Сакральное ядро мира, отмеченное особой близостью к Творцу — это святая земля, а в ее сердце Иерусалим. Вот Иерусалим — святая земля вокруг. А все, что за пределами этого центра, это изгнание. Это то место, в котором меньше святостей и перемещение туда мыслится божественным наказанием, которому должен прийти конец. И вот эту вот область изгнания в псалме и символизирует Вавилон — основа и свод на исторических событиях изгнания евреев в Вавилон, то, что в Библии описано. И в псалме тоже. Поэтический язык псалма используют выразительные образы коллективной скорби и исторической памяти. И один из этих образов связан с верностью священной географии, которую вот я упомянул. Если я забуду тебя, Иерусалим, в качестве залога выполнения обета, то есть что случится, если я забуду. Псалмопевец предлагает телесное поручительство. Речь идет о залоге физических способностей, необходимых, во-первых, для игры на струнных инструментах. Пусть отсохнет десница моя, тогда не смогу играть на струнах. И, во-вторых, способности нужны для пения. Да прилипнет язык мой к небу, тогда петь не смогу. Этот образ впечатляет читателем, но этот образ словесный. Художнику непросто перевести его на изобразительный язык, то есть рисовать отсохшую десницу или прилипший язык. Попробуйте. Во всяком случае, мне неизвестны такие вот изображения. Для визуального выражения печали художники предпочитали иллюстрировать иной, более предметный литературный образ, музыкальные инструменты, висящие на ивах. Вот мы уже видим одну из картинок на эту тему. И вот сейчас мы про это поговорим. Как петь нам песню Господню на земле чужой? Вот мы повесим, значит, не будем петь, будем молчать, а инструменты будут висеть на деревьях, то есть мы их руками не трогаем, не касаемся. Людни на ветвях дерева иллюстрируют Псалом 137 в Пармской Псалтирии. Я вот не упомянул, я хочу сказать, что я ссылаюсь на нумерацию псалмов в масорецкой еврейской Библии, в Бульгате и в православной традиции. Это Псалм номер 136. Так вот, это речь идет о манускрипте на иврите, созданном в Центральной Италии около 1280 года. Это небольшая книжка, одна шестнадцатая листа, совсем небольшая, очень изящно сделана, видимо, для какого-то богатого заказчика, потому что только один человек может читать, кто-то держит ее там в кармане или у себя, открывает и читает. И эта Псалтирь, она иллюстрирована очень-очень богато, очень много иллюстраций практически каждому Псалму. Тут то, что мы видим, вблизи дерева на берегу реки стоят два человека, и отчаяние и плачь их выражают скорее их жесты, чем мимика. Подобное выражение чувств жестом известно нам из искусства того времени. Я сейчас привожу самые известные, такие популярные примеры, скорбящие ангелы в росписях Джотта в капелло-арена, которые были выполнены несколькими десятилетиями позже. Вы видите те же самые жесты. Безгласные, лютние и плачущие на реках вавилонских люди отличаются от многочисленных музыкальных инструментов музыкантов и певцов на других страницах вот этой самой рукописи. Такие иллюстрации в Псалтире напоминали еврейским читателям о том, что псалмы служили литургическими гимнами в Иерусалимском храме. На их фоне иллюстрация 137-го псалма наводит на мысль о рассуждениях в средневековой ревенистической литературе касательно двойственного морального аспекта музыки и радости вообще. Музыка и пение были частью службы в Иерусалимском храме. Вот сейчас я это уже сказал. Мелодии и песни выражали радость, которая охватывала благочестивых, преданных людей и придавала им надвижащий эмоциональный настрой для мистического единения с божественным присутствием. Иллюстрации к псалму 149, вот справа мы видим, в Пармском манускрипте, демонстрируют благочестивую музыку. В соответствии с содержанием этого псалма тут представлен хор праведников, поющих хвалу и радующихся Всевышнему. Однако радость могла быть вызвана и греховными наслаждениями, либо забвением о горечи изгнания. И вот раввинистические авторитеты не возражали против мирской музыки и проявлений на свадьбах, например. То есть там это даже поощрялось. Вот. В других случаях нет. Но даже на самой свадебной церемонии подчеркивали неполноту и предел этой радости. Потому что с давних времен и вот действительно до наших дней еврейский свадебный обряд включает декламирование строк 137-го псалма «Если я забуду тебя, Иерусалим» – это один из таких вот ключевых моментов свадебной церемонии. Очень такой торжественный и трогательный. Присмотримся к изображению первых двух хористов. Вот справа я попытался увеличить этот фрагмент. И головы покрыты голубой тканью. Это талит – ритуальная накидка, которую возлагали на голову жениха и невесты во время средневековой свадебной церемонии. Изображение еврейской свадьбы, созданной в Германии 200 лет спустя, подтверждает, что и тогда евреи следовали этому обычаю. Вы видите, как выглядит свадьба. Жених и невеста. У них на голове вот этот талит голубой. И музыканты тут вот играют, сопровождают эту свадьбу. Вот они играют и поют. Иллюстрация к 149-му псалму намекает. «Радость жениха и невесты сродни радости верующих, прославляющих Творца». Вот то, что написано там в книге с нотами открытой. Это ссылка на иной псалм, на другой псалм, вовсе шестой, где написано, где воспевается слава Богу. А вот иллюстрация к 137-му псалму в этом манускрипте предупреждает. «Иная радость и музыка неуместна, пока евреи остаются на реках Вавилонских». То есть вот сравнивая изображения музыкальных инструментов на страницах этой рукописи в разных псалмах, можно было получить идею о морализаторской стороне вот этого отношения к музыке, о моральной стороне музицирования и пения. Сейчас мы поговорим о другом периоде и другом месте Восточной Европы, начала нового времени. Сакральная география, очерченная 137-м псалмом, хорошо объясняет изображение Иерусалима и Вавилона, городов, которые упомянуты в этом псалме, в восточноевропейском искусстве, начиная примерно с 18 века. Вот, например, деревянная синагога в Ходорове, которая была построена в середине 17 века, но росписи там были созданы позже, начале 17 века, обновлялись. Эта синагога не существует, но так она выглядит. Вы видите очень высокое здание, и все оно было расписано изнутри, просто от пола до потолка, включая своды. И сейчас мы обратим внимание на то, что здесь не входит в эту фотографию, вот здесь вот наверху в тимпане этого свода, со стороны Восточной и со стороны Западной, там были два изображения. Со стороны Восточной, я увеличивал просто вот эту архивную фотографию, поэтому она нечеткая, там видно изображение города, написано «Бог мой всегда передо мной», это тоже цитата из 16-го псалма, и «10 заповедей». Обычно так изображали Иерусалим, и на реконструкции этой росписи, которая находится в Музее еврейского народа в Тель-Авиве, вот мы видим, картинка красочная, я просто беру эту репродукцию, она не очень точна в деталях, вы видите, что здесь эти надписи в середине не воспроизведены, но эта репродукция дает впечатление об этом ярком, очень народном, красочном искусстве. Вот так выглядел вот свод этой синагоги с множеством символических изображений, мы не будем сейчас, конечно, говорить о всех, мы сосредоточимся только вот на этом. Это западная стена синагоги, и здесь вот тоже, разглядывая эту фотографию, вот здесь вот наверху в Тимпане, мы можем увеличить, и там смутно видно вот здесь вот такое вот изображение. Если я сейчас попытаюсь просто его перевести светлой линией, вот что-то такое вот получается, и зная, что тут должно быть, я могу догадаться, что это. Это изображение вот такой вот рыбы, очень большой, которая охватывает город, внутри есть город. Эта рыба нам хорошо известна по другим синагогам, вот здесь вот справа изображение из синагоги в городе Гвоздец, или Гвоздец по-польски, Гвоздец по-украински, западная Украина. Это примерно то же время, примерно та же территория, недалеко, очень далеко от Ходорова. Вот тут мы просто имеем лучшую фотографию вот этого фрагмента, и видно, что это. Этот сюжет и такие изображения известны хорошо из средневековых еврейских манускриптов. Вот, например, слева написано, это Левиафан. Левиафан – морское чудовище, которое в Библии упомянуто. Это такой змей извивающийся, или змей ускользающий, как называют Левиафана в пророчестве Исаии. И слева это такой змей, он же Ороборос, дракон, или змей такой, который вот окружает Землю и спасает ее вот от вселенского потопа на водне. Вы видите, вокруг голубой – это океан, внутри красная – это земля. То есть такая вот апокалиптическая картинка, но справа нечто иное. Тут эта вот рыба большая, она почему-то вот так полуохватывает город внизу. И поэтому, каким образом это связано с городом, это не совсем понятно. Мы реконструируем это изображение, но прежде чем мы это делаем, я хочу сравнить это изображение в синагоге в Ходорове, где там трудно видно, и вот это вот изображение в синагоге в Госсе, оно видно немножко лучше, с традицией, которая вам известна гораздо лучше, с русской живописью XVIII века или с поствизантийской православной художественной традицией. Вот такое изображение сейчас уже змея Урабороса или дракона, который охватывает город, этот город Вавилон, мы находим на русской иконе на реках Вавилонских, икона XVIII века в собрании Государственной Критиковской галереи. Вот это вот вся икона, мы потом на нее еще посмотрим целиком, я просто хочу вам дать о ней представление, и мы рассмотрим, вот мы видели вот здесь, вот мы видели вот этого дракона, сейчас мы посмотрим, что находится вот в этом углу в начале, это изображение Иерусалима. Вот здесь вот, и под этим, над этим Иерусалимом на церковно-славянском языке написано, написано слова Псалма, «Аще забуду Иерусалима, забвенно будет десница моя». Я здесь помещаю вот изображение Иерусалима из реконструкции синагоги в Хударе, чтобы вы посмотрели, что, собственно, это явление художественное, которое не так далеки друг от друга. Теперь мы посмотрим, здесь есть и инструменты музыкальные, которые на арфах висят, вот на Вербихо-Обесихо-Морганы наши пленники, вот повесили, про это написано. И эти пленники сидят в заостренных шапках, которые напоминают Юденхуд, еврейский отличительный головной убор в средневековой Европе. И эти заостренные шапки появляются и в православной живописи тоже. Эта икона очень большая, она похожа немножко на такой рассказ в картинках. Тут есть сюжеты не только из 137-го Псалма, но и из книги пророка Даниэля и апокрифов. Православная теология относилась ко всем этим историям аллегорически. Например, среди многих источников, комментариев на 137-й Псалм, я могу привести пример Евтимия Зигабина, Византийского богослова 12-го века, который говорил, писал, «Сион и Иерусалим есть рай, первое Отечество наше, а Вавилон есть настоящий мир, реки мира сего, суть непостоянные дела жизни сей». То есть эта икона – это моральная проповедь. И вот в духе этих истолкований, значит, это проповедь о верности Христовой Церкви. Вавилон подстерегает верующего повсюду на земле. Подлинный Иерусалим не есть точка на карте, а рай небесный. В этом отношении посыл еврейского искусства, он иной. Я сейчас беру здесь схему этой синагоги в Ходорове и помещаю на нее два изображения, которые мы видели. На востоке по направлению к Иерусалиму, а литургия синагогально направлена в сторону Иерусалима программно, находится изображение Иерусалима. Вот там вот святость, там святая земля. А на западе изображение Вавилона. И вот эти два изображения, которые смотрят друг на друга и окружают верующих в синагоге, они передают вот эту вот дихотомическую картину мира. Иерусалимская, Иерусалим, святая земля, к которой устремлены молитвы и надежды на мессианское избавление. Вот туда вот, значит, верующие смотрят. И земля изгнания Вавилон, в которой евреи пребывают со времени разрушения храма. И они там же и находятся, когда они вот в этой синагоге собираются на молитву в Ходорове. То есть Вавилон, он здесь, он там, где евреи. Этот Вавилон – это не что-то отдаленное, это не что-то, что вот было, не что-то историческое, а то, что и сейчас остается вместе с евреями, покуда они в изгнании. Но в отличие от христианского Вавилона, это не грешный этот весь мир целиком, а Иерусалим – это только небесный. Вавилон – это изгнание, это периферия земная, а не центр Иерусалим, который вот существует и в который можно прийти, но туда приведет мессия. Сейчас мы посмотрим на другое изображение, которое слегка отличается, которое развивает эту же тему, но слегка отличается от того, что мы видели. Вот это вот данная клятва псалмопевца в 137-м псалме «Хранить память Иерусалима в изгнании» легла в основу противопоставления двух городов в росписи купола вот этой деревянной синагоги в Могилеве на Днепре. Эта роспись была выполнена в 1740-м году Хаймом сына Мисака Сигала вот в куполе этой синагоги. Тут мы видим его подпись на иврите. Марк Шагал, кстати, утверждал, что он правнук этого художника, но нет никакого основания для этого, кроме того, что оба они носили одну и ту же фамилию Сигал. Собственно, это не фамилия, а обозначение потомков-левитов. Но Шагал очень хотел показать, что вот его корни в таком народном искусстве. И вот его дедушка был таким художником, который синагоги расписывал. В восточной части купола, вот эти вот сегменты тут развернуты на экране, есть изображение двух городов. Я сейчас их выделю вот так светом. С одной стороны, слева от центра – Вормс, справа – Иерусалим. И вот под изображением Вормса тут тоже такое чудовище такое – дракон, змей. Сейчас я показываю копию из росписи из этой синагоги, которую выполнил Элли Сицкий. Он там был, он написал статью про эту синагогу, и он сделал несколько копий. Так вот, это его копия. Тут мы видим цвет этого изображения. Синагога была уничтожена, и вот только свидетельство о цвете вот нам только вот Элли Сицкий оставил. Вот этот вот город, он тут подписан, это город немецкий, город Вормс. Вот там написано, около этой большой башни, на идыше написано Вирмш или Вормс. И под ним вот находится этот большой дракон. Эта вот схема, она очень напоминает то, что сейчас мы видели изображение Вавилона, но это не Вавилон. В чем же тут, собственно, дело? Для того, чтобы понять, что это за изображение, мы можем прочесть книгу, книгу, книгу-легенд, которая была написана синагогальным служкой по имени Юспа, синагогальной служкой из города Вормса, вот того самого города. Эта книга вышла в 1660 году, была напечатана, была переведена на идыше. И она была известна хорошо, она вышла даже в нескольких изданиях до 1740 года. И там есть два рассказа, которые художник Хайм Сигал объединил. Первая легенда гласила, что еврейская община Вормса в Германии была основана группой изгнанников из Иудеи, которые после разрушения первого Иерусалимского храма, когда изгнали евреев в Вавилон, так вот они отправились не в Вавилон, а в Вормс, Германию. Спустя 70 лет, когда вавилонские пленники вернулись в свою святую землю, изгнание закончилось, евреи Вормса не вернулись. Они пожелали остаться в изгнании, утверждая, что Вормс стал для них удобным домом и малым Иерусалимом. И вот за забвение Иерусалима Бог подверг их жестоким преследованиям, но и только их. За грех евреев Вормса были наказаны и другие европейские и еврейские общины. Другая легенда из этой же книжки, не связанная, но вот она там находится где-то в середине книжки, она пересказывает и теологический миф о названии города Вормс. Это название означает на старом немецком языке «змей» либо «дракон». Точно так же, как в русском языке «змей» это «змей» и «дракон» вместе. Так вот, этот дракон требовал себе в жертву прекрасную принцессу, как водится среди драконов. Но храбрый юноша слесарь, шлоссер, дракона победил и красавицу спас. Ключ – символ профессии героя. В Вормсе это был не рыцарь какой-то, ключник, слесарь. Ключ стал символом города до сих пор. Ключ – это символ Вормса и дракон тоже. Эта легенда немецкая, она известна хорошо из источников средневековных, самых разных. Но Сигал понял и истолковал эту легенду иначе. Он изобразил ужасающего дракона в качестве оружия божественного гнева, карающего эритиков, предавших память Иерусалима. В его росписи Вормс предстает европейская ипостасью Вавилона, археотипического символа еврейского изгнания, изгнания и псевдо-Иерусалима, посягающим на память об истинном святом городе. Теперь мы посмотрим другие изображения, которые напрямую связаны с псалмом на реках Вавилонских. Начиная с XVIII века в восточноевропейском синагогальном искусстве частыми стали изображения музыкальных инструментов на деревьях, за которыми проглядывает городской пейзаж. Тут же писали и строки этого 137-го псалма, вот наверху мы видим, тут вот они написаны на эврите. Музыкальные инструменты, на которых вавилонские знаники отказывались играть на скорби пассиону, обычно изображали рядом или напротив вида Иерусалима. То есть тут мог быть Вавилон, он вот тут вот проглядывает Вавилон, а с другой стороны изображали Иерусалим. Сопоставляя Вавилон и Иерусалим, как мы видели, в Ходорове, эти произведения подчеркивали антитезу изгнания, избавления. Иногда эти изображения Вавилона были такие вот исторические, квази-исторические. Например, в польском городе Гроиц, в синагоге, вавилонская башня изображена, но если Вавилон, так там должна быть такая ступенчатая вавилонская башня, такая же, как изображали в европейском искусстве, например. А справа, тут вот через речку, собственно, сам этот город, который просто напоминает европейский город. С другой стороны, с другой стороны, от входа на других фотографиях этой синагоги, там есть еще и такое идеализированное изображение Иерусалима, то есть вот это вот все Вавилон. Вот такой вот польский город с этими вот окошками, домиками с окошками и вавилонская башня, это вот все Вавилон. Гораздо позже, в 20 веке, эта тема продолжается в синагогальном искусстве, вот в начале 20 века, в 20-е годы в Румынии, в синагоге, в городе Бакао, вот так вот изображают реки вавилонские инструменты, видящие на ивах, еврейский художник из Румынии Мендель Гривенберг. И его пейзаж, тут нету города, его пейзаж такой пасторальный, тут такой закат, такой романтический, который нам известен, я тут вот картину Куинджи привел, но есть достаточное количество вот от академической живописи до Китча картин вот с таким закатом в конце 19-го, начале 20-го века. В общем-то, да, мы тут на реках вавилонских в Румынии, ну, эти реки вавилонские, в общем-то, такое достаточно неплохое место, то есть вот это вот трагизма такого вот тут нету, это романтический пейзаж, такой эллигический, или вот, например, вот такое изображение достаточно приятное, вот тут эти инструменты висят, обратите внимание, на березках, речка, горы, раскрытая книжка лежит, мы должны понимать, что это вот книга псалмов. И очень похожее изображение из города Бухуши, тоже в Румынии, посмотрите, тут вот на полях даже пасутся там какие-то коровы, то есть совершенно пасторальная идиллия, интерморт, вот какая-то такая дача, столик, лежит книжка открытая, но инструменты лежат. То есть отношение к изображению Вавилона в качестве изображения того места, где евреи собственно находятся в изгнании, было вот разным, как мы видим. Сейчас мы поговорим немножко об изображении 137-го псалма в академическом искусстве и как это было связано с еврейским самоопределением. С начала 19-го века перед немецкими евреями открываются двери художественных академий. И один из этих вот евреев, ассимилированных из зажиточной немецкой семьи был Эдуард Бендеман. Он родился в семье банкиров еврейских в Берлине и их салон посещали в общем элита берлинская интеллектуальная. Среди них были скульптор Йоханн Готфрид фон Шадов и его сын Вильгельм, который преподавал живопись в Берлинской академии художеств. Эдуард Бендеман сын этих банкиров он учился у Вильгельма фон Шадова и потом последовал за Шадовом в Дюссельдорф когда Вильгельм основал там свою школу. Еще раньше Вильгельм фон Шадов прибнул к группе назарейцев, которые стремились воссоздать немецкое христианское искусство почвенное, национальное и под их влиянием фон Шадов перешел из протестантизма в католичество. Эдуард Бендеман разделял взгляды своего учителя и вернувшись с Вильгельмом из Италии он написал вот этих скорбящих евреев в изгнании и в общем-то у него были какие-то идеи более широкие в своем месте в истории и в отношении к искусству вообще вот но посмотрим что он тут написал что за картина тут вот что он представляет как он представляет этот псалм на реках вавилонских вот видим там вдали Вавилон сидят благородный старик в оковах девушки женщина с ребенком и заметьте что тут нет молодых людей старики и дети старики женщины и дети можно так это определить фигура девушки в скорбной позе отсылает искушенного зрителя к аллегории иудея капта плененой иудеи которая была известна на монетах выпущенных императором Веспасианом в честь победы над еврейскими повстанцами в 71 году нашей эры монеты эти были известны они были в коллекциях они были в коллекции Ватикана их можно было увидеть и в Италии в Германии Бендеман показывает пленниковых красивыми людьми несущими на себе отблеск былого достоинства но плененные иудеи то что было раньше все они грустные бессильные отводят взгляды от зрителя посмотрите никто из них на нас не смотрит сцена полна печали и не придает надежду на то что утраченное величие когда-либо вернется повод для сюжета становится ясным когда мы узнаем больше о биографии художника вскоре после успеха этой картины Эдуард Бендеман женится на лиде фон Шадов сестре своего учителя и друга и дочери друзей своих родителей и потом крестится со временем Эдуард делает блестящую карьеру профессора Дрезденская а затем президента Дюссельдорфской академии художеств там где он учился раньше Бендеман в этой картине предлагает художественное психологическое оправдание своего решения оставить тех кто по его мнению навеки остались изгнанниками на реках вавилонских и по своей воле отказались от будущего и от подлинного искусства вот они сидят там плачут не занимаются ни музыкой ни живописью интересна дальше история этой картины каким образом вот этот образ этот академический он путешествует по высокому искусству а потом возвращается в популярный картина Бендемана действительно была очень популярна и старик под деревом у реки становится частым героем академической живописи на библейские темы в отличие от Бендемана его христианские пигоны не озабочены чувством своей кровной принадлежности вот к этим вот древним изгнанникам их больше интересует сцена коллективной меланхолии Ромен Каз во Франции Эбелин де Морган в Англии добавляют в компанию этого старика молодых мужчин и привлекательных барышень некоторые из этих героев тут глядят прямо на нас есть какой-то контакт между ними и зрителям картина Бендемана стала популярной даже спустя десятилетия после ее создания и вот этот вот образ академический он вернулся в народное популярное искусство и вот в художественную среду и вот этих вот евреев изгнания репродуцировали на открытках которые предназначались не только для немецкой публики европейской публики вот это вот открытка вот тут например но и для еврейской публики вот то что вы видите здесь вот есть надписи на иврите иногда на идыш это просто репродукция той же самой картины которая была очень популярна и среди евреев нам интересно каким образом еврейские художники ремесленные интерпретировали эти изображения как они прочитывали идею Бендемана вот например литографическая таблица Мизрах то есть Восток такой надписью в еврейских домах отмечали направление молитвы в сторону Иерусалима на Восток вот сейчас мы посмотрим одну секунду вот так вот мы посмотрим сейчас крупнее это изображение вот справа я увеличил изображение с этой таблицей Мизрах а слева это литография которая была сделана по мотивам картины Бендемана и она воспроизводилась на открытках она вот воспроизводилась на американской библии Брауна много раз некий график который работал в Вене Гелхард скопировал вот тут вот не оригинал Бендемана а вот эту вот примитивную но более живую версию литографическую изгнанники помещены здесь под символами колен Израилевых вот тут вот если вы посмотрите вот тут есть символы колен Израилевых и вот вот это вот сочетание вот тут вот эти евреи были изгнаны из Иудеи а вот тут вот все колены Израилевых которые вместе соединены они придают образу некоторый оптимизм относительно воссоединения рассеянных колен на святой земле вот посмотрите я сейчас беру еще один фрагмент сейчас увидите из чего это фрагмент это тоже фрагмент из еврейской литографии эта литография была напечатана в конце 19 века в самом Иерусалиме в типографии Монзона и это уже собственно-то интерпретация самой картины Бендемана в этой копии я бы сказал происходит трансгендерная метаморфоза Бендемановская скорбящая пленуемная иудея вот справа посмотрите превратилась в бородатого отца семейства тут есть женщина с ребенком и вот их какой-то дедушка вот а где папа вот значит вот тут сейчас находится вот отсюда вот был этот фрагмент это такая таблица литографическая которую публиковали в Иерусалиме и отправляли в Европу в качестве сувенира такого и это тут значит написано наверху вот изображен этот псалм тут есть цитаты текст 137 псалма на реках вавилонских сидели мы и компиляция видов святой земли Израиля вокруг и стихотворных текстов о памяти Иерусалима то есть на тему на реках вавилонских вот тут в центре вот этот псалм а это стихи на ту же тему но вместе с тем тут есть еще и цитаты сейчас я их вам покажу вот я сделал такую табличку я почитаю если у вас на экране не очень четко видны эти надписи тут есть еще и цитаты из Исаии воздать скорбящим о Сионе даровать величие вместо праха из Иеремии я обращусь в печаль о которой говорится в псалме в ликовании утешу их дам им радость вместо скорби вот тут псалом на реках вавилонских а вот вокруг него вот тут вот и вот тут вот видите ноты и тут написаны слова и ноты собственно тут можно это петь просто вот глядя на эту табличку псалма 150 где описана музыка прославляющее творца хвалите его звуком трубным хвалите его на арфе и гуслях хвалите его тимпаном и танцем хвалите его на струнах и свирели хвалите его на звучных цимбалах хвалите его на цимбалах громогласных то есть совершенная противоположность тому что говорится в 137 псалме это вот все сочетание всех этих текстов придает иную перспективу иное видение иное понимание вот этого вот псалма на реках вавилонских и изображение Бендемана общий посыл всех композиций в общем-то оптимистический от печали к радости цитаты из пророков обещают скорбящим о Сионе утешение и радость и значит вот верующие увидят вот эти вот места которые вот видны тут места на святой земле и вернутся к радости и музыке прославляющей творца в начале 20 века когда вот в Иерусалиме напечатали литографию надежды на собрание изгнанника в Иерусалиме стало не только религиозным чаянием но и политической программой мы сейчас говорим о том времени когда уже существует сионистское движение которое говорит о том что вот евреи собираются должны переселиться на святую землю и там основать свою жизнь и туда едут люди и там основывают новые города развиваются те поселения которые там были и вернемся к тем временам когда Эдуарда Бендемена привлекала идея немецкого национального возрождения то есть он оставляет он не думает об идее еврейского национального возрождения самого Бендемена привлекает идея немецкого национального возрождения как Назарейцев как фон Шадова и других деятелей культуры, к государственному единству и возрождению величественного духа национальной культуры прошлого стремились и другие народы, чехи, венгры, они занимаются тем, что они возрождают свой язык. Такие же идеи о возрождении национальной, древней, народной культуры существуют и в России, этим занимается Стасов, и я только просто обозначаю эту идею, которую вы хорошо знаете. К этой же величественной идее национального духа и возрождению своей национальной, единой, объединенной родины слемились итальянцы. И в опере «Набука» Джузеппе Верди и Тимистокол Солера, которому писал «Лебретто» в 1942 году, они представили историю вавилонского пленения иудеев как прообраз порабощенной Италии. То есть Бендеман говорит, нет, вот евреи там остались на реках вавилонских и все, на этом история закончилась. А Верди и Солера говорят, нет, нет, это мы вот эти вот евреи, и вот эта вот память, которую евреи хранили, и в конце концов они вернулись из этого вавилонского изгнания и воссоздали величие своего храма и своей родины, своего Русалима. Вот это вот мы, мы итальянцы. Короче, для них история вавилонского пленения иудеев – это прообраз порабощенной Италии и надежда, это их национальная надежда на возрождение единой Италии и избавление от иностранных захватчиков. И вот знаменитый хор пленников из этой оперы, он, собственно, и написан, его либретты написаны на мотивы псалма на реках вавилонских. И идея того, что память, память об отраченной родине – это необходимое условие ее обретения вновь. Если забыли прошлое, то будущего не будет. Если сохраняете память, даже если она печальна о том, что было раньше, то тогда вот на этой основе можно возродить былое величие. Опера заканчивается счастливо тем, что Набука на выхода на ссор отпускает пленников на родину и приказывает остроить им храм в Иерусалиме. На протяжении XIX века происходит иной процесс, который мы уже видели немножко вот на более поздних ритографиях и росписях из синагога в Румынии. Мы сейчас к этому вернемся и к ритографиям, и к этим росписям. Иерусалим превращается в глазах восточноевропейских евреев из призрачного видения, такой вот мечты, такого идеального города. Помните, когда мы смотрели изображение XVIII века, это ведь не подлинный Иерусалим. Это какой-то такой вот идеальный город, который очень похож на просто восточноевропейские города. Вот он превращается в реальный город, в который можно приехать. Он хоть и далеко, но туда ведут морские пути. Можно из Одессы прибыть в Яфа или в Хайфу. Туда ведут железнодорожные пути. Можно через Турцию прибыть на поезде даже в Иерусалим. Вот. И можно увидеть, как эта святая земля выглядит. Каким образом можно увидеть? Есть фотографии. Есть изображение. Еще с конца XIX века, с того времени, когда Наполеон отправился на восток, в Египет, на святую землю, он брал с собой художников. Эти художники в Европу поставляли реалистические, академические изображения видов дальних земель. И множество художников, христианских паломников и художников, которые были на святой земле на протяжении XIX века, они начали поставлять вот эти документальные виды святой земли в Европу. Появились фотографии, появились литографии. И была целая промышленность, и христианская, и еврейская, создавали сувениры, альбомы целые, или вот литографические вот такие вот эстампы. И их отправляли в Европу, и вот там были видны совершенно реалистические фотографические виды святой земли. Вот, например, вот эта вот литография. Наверху написана «Память о разрушении храма». Это, собственно, содержание 137-го псалма «Если забуду я тебя, Иерусалим». Внизу, маленькими буквами, написаны первые стихи 137-го псалма «На реках Вавилонских сидели мы и плакали». И вот справа нарисованы вот эти вот евреи, которые сидят на земле. Это вот, собственно, один из ритуалов скорби. Евреи сидят на земле во время скорби по умершим или во время траурных богослужений в синагоге. Например, вот они сидят тут на земле. Перед ними открытая книга. Вы помните, это вот книга псалмов, которую мы видели. И музыкальные инструменты, целый оркестр такой красивый, висят на деревьях они. Но то, что в головах у этих евреев, они ведь помнят о Сионе. Вот то, что они помнят, вот у нас слева такие вот фрески есть такие вот. Знаете, как вот на карликатурах или в комиксах такое облачко над головой героя, мы понимаем, что он думает. Так вот, нет головой слева, но вот понимаем, о чем они думают. Они думают о храме, они думают об Иерусалиме. Они видят, вот тут, значит, город, Сионский город. Вот они видят старый город Иерусалима. И вот они видят храмовую гору, то место, где храм был построен. Тут написано «храмовая гора» сверху. Они это вот видят, сидя у себя в изгнании. Эту же литографию копируют анонимный художник, ремесленный, копируют ее на стену в синагоге в Яссах. Вот справа вы видите. Но он тут меняет кое-что. Посмотрите, сейчас вот эта храмовая гора и вот эти вот домики иерусалимские, это уже не бреска такая, это уже не мысль о том, что. А это просто вот такое вот видение. То есть здесь мы видим такой вот туннель, такой вот в пространстве, сидя в Румынии. Собственно, вот они вот здесь, вот они со стороны вот этих вот деревьев, на которые повешенные арфы, музыкальные инструменты. Вот здесь они в синагоге, они находятся вот в Вавилоне. И через вот эти вот арфы они видят просто тем же взглядом, они видят Иерусалим. Вот, ну вот там такая веб-камера установлена. Вот они тут видят проекцию на стенке. Вот. То есть Вавилония предстает стороной, с которой еврейский зритель в Румынии вглядывается вдаль и видит это там. И вот этот вот взгляд из изгнания в сторону Святой Земли, и там Святая Земля появляется, это такая формула иконографическая, которая существует в графике, в визуальной пропаганде сионистского движения с начала 20 века. Эфраин Мошеллилин, вот справа мы видим его иллюстрацию к стихотворению Мариса Розенфельда «Еврейский май». Вот он создает большое количество изображений, которые все повторяют вот эту вот схему. Слева сидит еврей в изгнании, вот это вот этот старик, который опутан такой колючей проволокой или какими-то церниями какими-то. И тут змеи, это вот изгнание, это Вавилон, это вот там, где он сидит и вспоминает Иерусалим. Но Иерусалим, Сион, он вот виден, там солнце всходит, вот там на востоке далеко, и он, глядя туда, он видит это вот прямым взглядом, он может заметить, может увидеть, что там находится. На этой литографии есть и еще одна достаточно интересная деталь. Тут на этих реках Вавилонских появляется кораблик такой небольшой с парусами, лодочка парусная, вот, и вот как-то соединяются тут два берега вот этих, этой Вавилонской реки. Мы видели, что это изображение, вот евреев в Вавилоне, изображение храмовой горы были скопированы в синагоге в Ясах. Но в других синагогах скопировали не только вот саму идею, но скопировали и этот кораблик. Этот кораблик привлек внимание художника в синагоге в румынском городе Гура Хумурулой. Я скажу тут два слова, почему большая часть более поздних изображений из Румынии, по причине простой. Там эти изображения сохранились после Второй мировой войны, после катастрофы. На территории Восточной Европы, в Польше, Белоруссии, Украине, за небольшим исключением, все эти синагоги были уничтожены. Где-то полдюжины осталось на все вот эти большие территории. В Румынии не было, собственно, немецкой оккупации. Там был нацистский режим, но там не было, собственно, немецких войск. И поэтому нацистские войска, румынские, они не занимались систематическим уничтожением синагог, как очень часто занимались немецкие войска. И поэтому, собственно-то, пока там существовали еврейские общины в Румынии, буквально до наших дней, десятилетия два назад, вообще очень много этих синагог осталось. За последние два десятилетия их количество еще уменьшилось, там почти не осталось евреев. Но вот этим объясняется то, что мои более поздние примеры, они из Румынии. Это вот та традиция этого традиционного еврейского искусства, которое просуществовало, собственно, до начала Второй миловой войны. В Иерусалиме просуществовало даже позже, до 50-х годов XX века. Я возвращаюсь сейчас к самой росписи. Роспись, то, что вы видите справа, слева это фрагмент, я увеличил немножко, чтобы вы видели эту роспись. Это иллюстрация к этому самому псалму. Тут написан его второй стих, на вербах посреди его повесили мы наши арфы. Вот тут написано, вот там, река, арфы и вот этот вот кораблик, который здесь плывет. И посмотрите, здесь на кораблике изображение здесь вот щита Давида и бело-голубого флага. Это роспись начала XX века. Но уже в начале XX века вот флаг белый с голубым щитом Давида, или вот бело-голубой флаг, это был флагом еврейских поселений в Святой Земле. И мы видим его в энциклопедиях, мы видим его на открытках, мы видим его в графике самой разной. То есть до создания государства Израиль флагом очень похожим и символом этим пользовались. То есть это вот такая вот еврейская лодочка, которая плывет здесь по этим рекам Вавилонским. И куда же она плывет? Иная роспись, которая находится там совершенно рядом просто, вот на той же стенке, в этой же синагоге, тот же художник изображает, вот слева вы видите, он изображает тут иллюстрацию к пророчеству Иеремии. Иеремия, глава 31, стих 16. И есть надежда, что после тебя, сказал Господь, возрастятся сыны в пределы твои. Это вот пророчество, которое дано праматери Рахели. Вот там гробница Рахели. И вот посмотрите, здесь вот этот вот кораблик, он уже приплыл, вот он тут выплыл из Вавилонских рек и вот он приплыл к гробнице Рахели. Гробница Рахели не находится на реке, находится далеко от моря, но неважно, кого это, собственно, интересует. То, что здесь важно, что вот есть связь такая, что эта святая земля, туда из этих рек Вавилонских можно сесть вот на эту лодочку и туда попасть, туда приплыть. Вот это то, что я хотел про эти реки Вавилонские сказать. Или говоря словами еврейских рабов в Набука, изобразитель искусства выражало полет мыслей, то есть ментальное путешествие. Евреев диаспоры из нескончаемого Вавилонского изгнания в Иерусалим, в легендарный Иерусалим, в возрожденный Иерусалим. И хотя, собственно, этот вот Псалм 1 и традиция, которая развивалась, то, что мы видели на протяжении, ну у нас были примеры 12 века, а потом достаточно большое количество примеров от 18 до середины 20 века, вот эта традиция, она показывала, в общем, достаточно разные интерпретации этого Псалма, которые включали в себя и морализационные рассуждения о музыке, и о литургическом характере музыки, и о ментальной географии, и о том, что евреи думали, о том месте, где они вот находятся, об их истории, о вообще течении времени, которое должно прийти, то есть в будущем будет лучше, вот придет Мессия, и тогда вернутся все в Иерусалим. И о том, что происходит, если вот эту мысль, если эту память об Иерусалиме не, если от нее отрекаются, если ее забывают, что тогда происходит, тогда вот приходит большой дракон и вот наказывает, то есть вот тогда Господень гнев обрушивается на евреев и, в общем, тогда понятно, почему они скадают.